Итак, добрый день, ребята. Итак, сегодняшний урок, он приравнивается по важности. Вы помните урок 11, когда это был поворотный урок в нашей истории? Это был тот урок, когда мы первый раз увидели, как на иврите формируется, прошедшее и будущее. Вообще мы познакомились с этой концепцией, вообще этого прошедшего и будущего. А этот урок, казалось бы, какие еще поворотные моменты могут быть в структуре языка? Мы говорим про времена. Дальше мы будем поговорить просто о том, как мы познакомились на прошлом уроке с прошедшим временем для «ты и вы». Сейчас мы узнаем что-то про будущее время «ты и вы». Но это очень важный урок, потому что нас ждет сюрприз. Да, будущее время для «ты и вы» – это не только будущее время для «ты и вы». Больше я вам сейчас не расскажу и покажу вам, как делается будущее время для «ты и вы». Итак, открываем нашу картинку с прошлого урока. Вот это – учить. Вы помните, как мы делаем прошедшее время для «ты»? Давайте то же самое сделаем, с «лихтов» писать. Ну, что-нибудь еще. Давайте не из третьей группы, давайте с «лэсапэр» – четвертая группа. Там вот другие огласовки «сипарта», «сипарт», «сипартэм», «сипартэн». Что еще? «Лэцлила худовато». Не, ну, начинать. «Лэцхиль», «Лэцхиль». «Хитхальта». Да? Ну, спросим так, например, когда ты начал учить иврит? Да? Вы так хорошо сегодня говорите, но видите? Когда ты начал? «Матай хитхальта». Матай хитхальтэ лэль мод иврит. Недавно. Матай хитхальтэ лэль мод иврит. Хитхальта, хитхальтэ, хитхальтэн, хитхальтэн. Как же мы будем из этого формировать будущее? Смотрите. Как мы обычно формируем будущее? Да? Как мы формировали будущее для «они»? Для «они» мы брали первую букву «алев» и так мы это и формировали. Теперь здесь какая у нас первая буква? «Алев», 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 «алев». Но нас это не смущает. У нас такая история с нами уже встречалась. Мы помним, да? Когда у нас была «анахну». «Анахну» начиналась тоже с «алев». Так что мы делали? Так мы брали следующую букву «нун» и вот так вот начинали на «н». И это была наша начальная приставка для формирования будущего времени для «анахну». Давайте попробуем здесь. Давайте возьмем вторую букву. Вторую букву. ТАВ. Только секундочку. Давайте мы будем предусмотрительными и посмотрим, что произойдет дальше. Вторая буква на «АТА». ТАВ. Вторая буква на «АТ». ТАВ. Вторая буква на «АТЭМ». ТАВ. Вторая буква на «АТЭН». ТАВ. Итак, у нас есть проблема. Хьюстон, we have a problem. ТАВ-ТАВ-ТАВ-ТАВ. Опа. Что мы будем делать? Наш фокус не работает. До сих пор мы думали, что первая буква не пойдет, а вторая буква. Тут нужно подходить к этому делу нестандартно. И язык иврит, представим себе, что язык иврит – это такой бородатый дядя, который сидит и думает, ну, как же я буду делать, как я это сделаю, как я это сделаю. Вот тут ему нужно прийти к какому-то решению. Он сказал, ладно, я поступлю с своим принципом о том, что будущее время – это только первая буква. Хорошо. Мы сделаем так. Раз у нас здесь у всех одинаковая буква, у всех будущих на «АТ», «АТА», «АТЭМ» и «АТЭН» это нас не интересует. «АТА», «АТЭМ» и «АТЭН» мы будем начинаться с «ТАВ», но для того, чтобы между ними видеть различия, мы добавим еще одну букву в конце. Вот так вот он, буквально мы пошли на компромисс. Мы пошли на компромисс. Наш принцип хорошо работал до сих пор, но, к сожалению, это слишком большой вызов для нашего языка, вот это вот, когда вторая буква четырех слов, с трех личных местами не одна и та же, поэтому, что мы поняли? Что мы точно будем все начинать на «ТАВ». Точно все будем начинать на «ТАВ». И что-то мы будем заканчивать на что-то. Теперь, тут есть две хорошие новости. Во-первых, первая хорошая новость – это, видите, я написала одну букву, одну строчку, потому что «АТЭМ» и «АТЭН» будут иметь одну форму. Это еще не готовая, да, это работа еще в прогрессе, я еще не закончила писать. Я просто вам сначала хочу сказать, что, во-первых, первая хорошая новость – это что из четырех личных местоимений свою личную отдельную форму будет иметь только… То есть у «АТЭМ» и «АТЭН» будет одна форма. На самом деле, в иврите она была, она просто очень-очень-очень высокопарная, литературная, она в разговорном, извините, не используется, поэтому мы ее проигнорируем. Она есть, она была, и она даже до сих пор есть, но она даже в литературе уже никто, в современной литературе не использует. Итак, значит, у нас есть раз, два, три, и этим самым мы уменьшили проблему от четырех до трех. Хорошо. Теперь у нас есть три. Как между ними различать? Мы сказали, а мы добавим что-то в конец. Куда мы добавим? Сюда, сюда и сюда? Думаете? Наш дядя иврит, он умнее, но зачем нам все три портить нашу шикарную систему? Первый, один из них будет в чистой форме. Нам хватит одного тафа вначале, ничего не надо ставить в конце. Чистая форма. Теперь давайте посмотрим и подумаем, из «ты женского, ты мужского, вы во множественном числе, вы во множественном числе». Какая из этих форм будет чистой формой, доминантной формой? Ну, вы можете себе представить, у нас гендерный достаточно доминантный такой язык, поэтому какая форма будет доминантной, какая форма получит чистую форму? Конечно, ты мужского рода, женского, единственного числа. Мужского рода, единственное число. Конечно же, он важнее всех, поэтому он получает чистую форму без всяких окончаний. Окей, в общем, логическим путем мы... В общем, мы вычислили, по крайней мере, кто у нас тут будет, кто у нас тут главный, и как будет выглядеть форма для ата. Но мы еще не знаем огласовок. Итак, точно будет ламы, дмэм и дарит, это корень. Какие же будут огласовки? Тильмад. А, тильмад, ата тильмад. Как мы скажем, заменим их тильмад на другой глагол, на глагол, допустим, или кроку, фрэш, алиф, ты прочитаешь эту книгу. Ата тикра, это хасафер, или просто тикра, это хасафер, например. Ты спросишь в будущем времени. Ты будешь петь. Ата ташир, ты будешь петь. И это значит все у нас. Это было про третью группу глаголов. Ты преуспеешь, преуспевать. Ата тацлиах, да? Это очень хорошее выражение. Ата тацлиах, у тебя все получится, у тебя все получится, у тебя удастся. Тацлиах, ата тацлиах. Ты поймешь. Та тавин, ты поймешь, ты еще поймешь. Это вот то, что происходит с ата. А если, а как мы скажем, мы уже теперь знаем, как обращаться со второй, шестой, там где хей в конце. Так там будет хей меняться или нет? Как вы думаете? Почему хей меняется? Помните? Потому что хей недотрога. Она не любит, когда после нее и что-то стоит. В этой форме будет и что-то после хей стоять? Не будет. Итак, ты захочешь. Та тирце. Ты будешь пить. Ты будешь пить. Ата тиште. Ты будешь делать. Ата таасе. Ничего не стоит. Теперь переходим к следующему. Оставляю примерно ламэдмэмдалет. Ат и атематен. Тут нам нужен креативный подход. Тут мы добавляем что-то в конце. К этому и к этому случаю. Что мы добавляем? Сюда мы добавляем достаточно логично. Добавляем до сих пор. У нас было из... Ну, вы сейчас его узнаете. Мы добавим у. Почему у? Оно должно звучать как что-то знакомое. У нас было личное местоимение, которое кончалось на у. Это личное местоимение. Анахну. Только это было окончание ну. А здесь окончание у. Но это должно быть нам подсказкой, что это множественное число. У как бы нам дает ощущение множественного числа. И это мы увидим в еще одном случае. У. У. У оно длинное. У оно тянется. Там много звуков в него помещается. Я не знаю почему. Пытайтесь запомнить, как у вас получается. Но у дает нам... В конце дает нам ощущение множественного числа. Итак, вы будете учить... Тильмэду. 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 Вы спросите... О, здесь немножко по-другому. Тут будет тишалу. Не э. А, потому что альф. Тишалу. Вы будете читать... Тикрэ у. Вы будете работать. Та-ав-ду. А, потому что альф. Та-ав-ду. Это вы во множественном числе. Все понятно. Теперь ад. Как мы уже сказали, что-то мы добавим в конце. Что? Тут у меня нет особо аналогического объяснения. Мы добавим и. Я слышала, что это имеет отношение к женскому роду в арабском. А арабский – это наш ближайший брат. По языковым семьям. Поэтому, может быть, это объясняет это явление. Итак, ты будешь учить девочки. Тиль-мэ-ди. 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 Ты будешь учить иврит. Тиль-мэ-ди иврит. Ты будешь... Ты подумаешь. Тахши-ви. Ты спросишь. Тиш-али. Ты будешь слушать. Шин-мэ-м-э-йн. Тиш-мэ-и. Тиш-мэ-и. Ты будешь слышать. Теперь вы, наверное, это смотрите и думаете, ну, совсем не все так просто, как казалось бы. И почему? Почему я так радовалась этому уроку? Ну, вроде как, вот если с АТ, АТА, АТЭМ в прошедшем времени, вот это был праздник. Да, АТА, ЛАМАДАТА, АТ, ЛАМАДАТА, АТЭМ, ЛАМАДАТЭМ, АТЭМ, ЛАМАДАТЭМ. Все так просто. А тут, ну, как-то достаточно запутанно. И чему тут радоваться? Это стоило того. Во-первых, ну, АТЭМ и АТЭМ это одна форма. Уже хорошо. Во-вторых, вот это все достаточно такая нелогичная система, система немножечко как-то теряет свою красоту. Но это стоит знать и стоит учить, потому что вы думали, что вы выучили будущее время. А оказывается, вы выучили две вещи. Выучили будущее время и, оказывается, вы выучили императив, повелительное наклонение. То есть, что я хочу сказать, что вы воврите, если ты хочешь кому-то сказать что-то в повелительном наклонении, напиши, прочитай, приди, сделай, ты вместо этого просто поставишь глагол в будущее время, вот и все. И так. То есть, ты будешь писать, ты будешь делать, ты будешь сидеть, ты будешь учить. Это значит, учись, иди, пиши, читай. Вот так. Нет, вот так. У нас есть еще более старая классическая форма, но в современном воврите сплошь и рядом используется именно в будущее время, как повелительное. В русском, например, это настоящее используется, как повелительное. Так, теперь все идем мыть руки, например, или что-то в детском садике. Это все идем мыть руки, все моем руки. В настоящее время. Если они еще не моют, то воспитанница говорит им идти и мыть, идти. Но она использует не идите, а она так, теперь мы все идем. Это выражает такую полную уверенность в том, что это то, что мы делаем. А на иврите это то же самое, только еще сильнее. Мы не только уверены, что то, что мы это делали, что это будет сделано, что мы даже говорим это в будущем времени. Я так объясняю, на самом деле это просто повелительное наклонение. И с ним мы можем построить много самых замечательных и самых частотных выражений. Например, послушай, лишь мо, слышать, послушай. Вот мы заменим вот эти вот буковки на шин, мэм и айн. И что у нас получится? Шин, мэм, айн, тиш, мэй. Тиш, мэй и послушай. А мальчику? Шин, мэм, айн, тиш, ма. А если мы хотим сказать кому-то, мэм, о, сплошь и рядом, сплошь и рядом, все говорят, скажи. Помните глагол «говорить», «сказать»? Вы помните всю эту историю, да? У нас было два глагола, один используется для прошедшего, чтобы сказать. У нас есть один для прошедшего, другой для будущего. Какой глагол используется для будущего? Тот же, который для инфинитива. Это лэхагид. Помните? Лэхагид в будущем времени. Я скажу агид. Ата, тагид. Ат, тагиди. Итак, я даже запишу сюда. Во-первых, то, что вот только что я использовала. Это было, это старое, это неинтересно нам сейчас. Итак, тишма или тишмеи. Тагиди, это только что мы выучили, это будет «слушай». А, тагид, это «скажи». Если вы поите в Израиль, вы столько раз услышите это выражение. Тагид, а для девочки? Тагиди. Тагиди, скажи, что ты думаешь? Тагиди, матху шевет? Скажите мне, обращаясь к группе, скажите мне, пожалуйста, где супермаркет? Тагиду либо вакаша? Эйфо-ха супер. Супер, мы не говорим про супермаркет, супер. Тагиду либо вакаша? Эйфо-ха супер. Что еще? Тагиду, а в императиве, например, как мы скажем, объясни мне, пожалуйста, мальчику. Помните, как будет объяснять? Значит, теперь мы поставим это вместо вот сюда. Итак, тасбир. Тут голосовка будет «а». Объяснение, пожалуйста. Тасбир либо вакаша. А во множественном числе? Тасбиру. Тасбиру либо вакаша. Очень часто используют также. Помните глагол лэхакшив? Такшив. Что значит лэхакшив? Тоже значит слушать. Тишма – это услышь. А еще часто говорят такшив. Это как синоним. Такшив – это послушай. Такшив. Слушай, что я хочу тебе сказать. Слушай. Послушай. Такшив маняуцалы саперлаха. Что я хочу тебе рассказать. Такшив маняуцалы саперлаха. Или такшивли, такшивли. Ани йодат мала сот. Я знаю, что делать. Такшивли, слушай меня. Слушай меня внимательно. Это такшив. А девочки? Такшиви. Такшиви. Слушай. И что еще? Такшив. А, ну да. Попробуй. Попробуй. Какой пробует? Ленна сот. Ты попробуй. А так. Тенасе. Тенасе. Попробуй. Попробуй его спросить. Тенасе леш оль ото. Попробуй. Попробуй объяснить мне. Тенасе лехасберли. Попробуй понять. Тенасе лехавин. А если с Тенасе мы хотим это сказать про девочку. Про девочку. Тенасе. До сих пор было. Тенасе. У нас Э сохранялось. Мы помним почему. Э не дотрогай. Если ничего его не трогает в конце, оно остается. А здесь с девочкой. Что будет? Попробуй. Э останется? Неа. Э уйдет, потому что за ним. Еще. За него соседка. Он не терпит соседок. А что придет? А ничего не придет. Тенасе. Тенасе. Попробуй. Тенасе. Еще раз скажем. Попробуй понять. Тенасе лехавин. Сейчас. Тенасе. 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 А по множественным чиселам попробуйте понять. А. Тенасе лехавин. А вы попробуйте понять. Тенасу. Тенасу. Тенасу лехавин. Как мы скажем. Сделай. Сделай. Ужасно полезно. Мы все время говорим сделать. Ты сделай мальчику. Таасе. Сделай. А что можно сделать? Я вас научу интересному выражению. А как будет хороший? Тов. А как будет хорошая? Това. А знаете, что еще означает? Това. А как существительное. Това означает одолжение. Одолжение. Итак, как мы скажем. Сделай одолжение. Таасе. Това. Как мы скажем. Сделай одолжение. Не знаю. Сделай одолжение. Скажи мне правду. Вот. Сделай одолжение. Таасе. Сделай. Таасе. Мне. Ли. Таасе. Ли. Одолжение. Това. Таасели тува. Скажи правду. Таасели тува. Тагид. Ли. Эт. А. Эмет. Таасели тува. Тагиды. Эт. Эмет. Если девочки скажем. Тааси. Таасили тува. Скажи правду. Та. Та. Ги. Ди. Та. Гиди. Ли. Эт. Эмет. Ну, а теперь вы. Как мы сделаем во множественном числе. Та. Су. Ли. Това. Та. Гиду. Ли. Эт. Х. Эмет. Таасули тува. Тагиду. Эт. Эмет. Таасели тува. Сделай мне одолжение. Скажи правду. Эм. Теперь. И последний момент. Видите? Ничего, в принципе, ничего сложного. Из четырех формы получилось три формы. И мы. Это как бы акция такая. Два по цене одного. То есть, да? Купи один, получи второй в подарок. Вот так, да? И вот точно то же самое, что мы получаем с этим будущим временем. Получи второй в подарок. А еще последнее замечание это о том, а если мы хотим сказать не, не знаю, не говори, не скажи, не говори. Тут теоретически мы должны написать лё, не, но, но, внимание, внимание, в императиве, отрицательный императив, значит, секундочку, тут надо написать будущее время со звездочкой и звездочка равно повелительное наклонение. А теперь и в две звездочки это отрицательное повелительное наклонение будет формироваться не через лё. Лё почему-то странным образом видоизмениться, превратиться, поменяет порядок слов и станет аль. То есть, что я имею в виду? Если я хочу сказать не говори, я скажу аль-тагиди. Аль-тагиди. Как мы скажем, не говори, что ты не слышала, девочки. Аль-тагиди ше-ат-лё-шамат. Аль-тагиди ше-лё-шамат. Не говори, что ты не слышала. Не говорите, что вы не знаете. Аль-тагиду ше-ат-эм-лё-йод-им. Не пойми меня неправильно понимать. Лэ-ха-вин. Не пойми. Аль-тагиди ше-ат-лё-шамат. как мы скажем не говори с ним аль тэдабэр это аль тэдабэр это не пение не делай этого не делай этого аль аль-та-а-с-э-эт-з-э аль-та-с-э-д-з-э не делай этого что еще что еще не знаю не пиши на о чем записать из тех существительных которые нас есть не знаю не пиши на скамейке до артихтов аль-та-савсаль помните савсаль скамейка была давным-давно а не рассказывай никому как мы скажем вот аль-тэ-сапэр не рассказывай ты мальчик аль-тэ-сапэр никому аль-тэ-сапэр по направлению к лэ никто аль-тэ-сапэр лэ аф-э-хад аль-тэ-сапэр лэ аф-э-хад аль-тэ-сапэр лэ аф-э-хад а если вам нужно читать Не рассказывайте никому. Видите, у нас немножко голосовки меняются, потому что это другая группа. Это была Тильмад, это третья группа. А если Эту, это Тесапер, Лесапер, это четвёртая группа. Ну, в принципе, вы знаете, в принципе всё. В принципе всё. Казалось бы, такая вот не самая простая вроде конструкция и с такими интересными бонусами. Но мы уложили в неё очень быстро. Теперь практика, практика, практика. И опять же, она используется сплошь и рядом. Всё время в Израиле мы, ну и в русском языке и в наиврите тоже, мы всё время используем повелительное наклонение. Сделай, напиши, посмотри. О, смотри, смотри, вот хороший. Как будет смотреть? Лирот, смотреть. А смотри, ты, на, а та, тир-э, тир-э. Это хорошая вступительная фраза. Тир-э, они лёют, да. Смотри, я не знаю. Тир-э, они црихалиш, оль. Нет, смотри, мне надо спросить. А девочки? Девочка там и в конце, поэтому что произойдёт с хэм? Исчезнет. Тир-э, тир-э, тир-э. Тир-э, они црих, не знаю. Вот, тир-э, они црих лаводахшав. Смотри, мне надо сейчас работать. А не лёя холли дабэр ба-тэльфу. Я не могу говорить по телефону. Вот такой вот диалог, да. Тир-э, они црих лаводахшав. А если посмотрите, тир-э, смотрите, тир-э, 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 тир-э Эйзе Йофи – такое выражение. Как здорово, как прекрасно, как красиво. Эйзе Йофи, как здорово. Ти-о-эйзе Йофи. И вот про эту форму будущего времени, которая нужна по великолепному наклонению, мы скажем Ти-о-эйзе Йофи. И на этой веселой ноте закончим наш урок. И у нас впереди, собственно говоря, что у нас осталось. Посмотрите потом по табличкам, что у нас есть. И попытайтесь вычислить, что нам осталось. И попытайтесь угадать, о чем мы будем говорить на следующем уроке. Ну, все, в общем. До новых встреч. Всего. Субтитры сделал DimaTorzok